Со всеми этими замедлениями и блокировками Ютуба, напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте и Бусти, где также выходят все видео, что и на Ютубе. Сканируйте QR-код или переходите по ссылкам в описании. И подписывайтесь, чтобы не потеряться. Озвучил Зозя. Ты когда-нибудь говорил? Я всемирно известный красавчик. Я сам придумал это прозвище. Всемирно известный красавчик. Вот как. Конечно, есть много людей, которые выглядят лучше, чем я, но это не значит, что я некрасивый. Это правда. Я тоже думаю, что я красивый, поэтому уверенно говорю об этом людям, что я такой. Но... Ты звучишь так уверенно и напористо до уровня шеи. А твоя шея такая застенчивая. Так заметно? Да. С момента, как ты зашел. Приходится смотреть на застенчивый помидорчик. Салон Дрип. Поклон. Здравствуйте. От культуры, искусства, философии до сплетен и слухов. Кто хочет поболтать, приходите. Это салон Дрип. Сегодня у нас в гостях тот, кого вы все ждали. Армии всегда знают, кого выбрать. С армией-бомбочкой. Ребята, спасибо вам большое за рекомендацию для салона Дрип. Поприветствуйте Джина из BTS. Джин из BTS. Вместо двери автомобиля, он открывает дверь. Здравствуйте. Привет. Что это за здание? Это офис компании. Это здание офиса компании? О, что это? Это фиолетовый ковер! Здравствуйте. Мы подготовили его специально. Здравствуйте. Рад вас видеть. Супер-звезда в салоне Дрип. Здравствуй. Привет. Боже, приятно познакомиться. Я Джин. Мы подготовили фиолетовый ковер. Верно. Я так тронут. Я очень тронут. Но почему твой голос такой высокий? Он всегда такой. Неужели? Ты отрицаешь мой образ жизни? Нет, 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 нисколечко. О чем ты? Это ведь не так, правда? Я боялась, что тебе будет тяжело держать такой высокий голос долго. Я переживала. Но у меня всегда такой голос. Неужели? Да. Как давно мы не виделись? Уже лет пять? Где-то так. Да, мы уже встречались раньше. Можно я сделаю низкий поклон в знак благодарности? Не стоит, не стоит. Пожалуйста, позвольте мне, спасибо. Не стоит, не стоит. Прежде чем мы сядем... Позволю гостить тебе напитками. Хочешь что-нибудь выпить? Все, бесплатно? Конечно. Конечно. Спасибо, я люблю бесплатную еду. Можешь взять немного домой, если хочешь. Правда могу? Конечно. Может, тебе нужен этот холодильник? А, нет, спасибо. Нам нужно только разрешение отдыха. Все нормально. Я просто возьму вот это. Нравится этот напиток? Я так благодарна. За что? Я благодарна, что ты здесь. Честно говоря, я очень хотел прийти, потому что Салон Дрип – самое популярное шоу в Корее на данный момент. Да неужели? Я спросил у своих фанатов, на каком шоу они хотели бы меня увидеть. И Салон Дрип набрал смехотворное количество голосов по сравнению с другими программами. И поэтому я сказал своей компании, что мне нужно пойти на это шоу, потому что мои фанаты действительно этого хотят. Это выбор армии. Точно. Я хочу поблагодарить тебя снова. Не стоит благодарить. Для начала, как бы тебе хотелось, чтобы я тебя называла? Сок-джин или просто джин? Зови меня как хочешь. Правда? Да. Тогда могу называть тебя принцем. Что? Что? Волнуются, что его личность раскрыли. Это было бы немного неловко. В сегодняшнем наряде ты выглядишь как принц, который надел кардиган, чтобы навестить свой народ. Мне становится неловко, когда меня так называют. Но я могу смириться с тем, что меня называют принцем. Я шучу. Я буду называть тебя просто джин. Да, спасибо. Зови меня просто джин. Как думаешь, почему армии выбрали для тебя именно Салон Дрип? Я читал несколько причин. И какие они? Говорили, что здесь к гостям относятся очень хорошо. Нисколечко. Также программы, в которых я участвую, обычно связаны с физическими нагрузками. У меня есть свое шоу «Аранджин». Оно так называется. И оно очень сильно утомляет. Также все программы, в которых я участвовал после армии, были физически тяжелыми и изнурительными. Я отправился на островы Гору Халла. Откуда вы знаете? А? А ты знаешь, что ты знаменит? Я об этом не особо задумываюсь. Я просто сосредоточен на своей работе. Так что я не сильно думаю о популярности. Это еще более удивительно. Я удивительный. А? Я больше ничего не знаю, но я знаю, что я красивый. Так что многие мои фанаты хотели меня увидеть в менее физической программе. Наверное, они хотят просто увидеть, как ты общаешься. Да, в этом я тоже неплох. Я хороший физ подготовки и говорить умею неплохо. Просто не было возможности продемонстрировать. Надо было. Верно. Пак Мюн Су приходил на наше шоу, и он хвастался, что он близкий друг с тобой. Правда? Слышала, ты дал ему редки МакКолли, которых ты сделал всего третий бутылок. Верно? Мое дело. Когда делаешь МакКолли, получается около тридцати бутылок, и времени на это уходит около трех месяцев. И я дружил с менее чем двадцатью знаменитостями, так что я раздал всем по бутылочке. Я всем знаменитым друзьям раздал по бутылке. И, наверное, Пак Мюн Су неправильно понял. Это не потому, что мы близки. Но он так много тебя хвалил. Да, я звонил ему примерно неделю назад. Просто чтобы услышать его голос? Я получил от него пропущенный вызов около недели назад. И поскольку я суперзвезда, я заканчиваю работу поздно ночью. Так что примерно в десять-одиннадцать вечера знаменитости вроде меня обычно спят в это время, поэтому... Знаменитости вроде меня. Я тоже знаменитость. Вы не спите в десять-одиннадцать вечера? Да, я не сплю. Большинство знаменитостей в это время еще не спят. Ощущение, будто я разговариваю на встрече с фанатами прямо сейчас. Я фанат, но... В общем, ладно. Поскольку я всегда бодрствую в это время, я не подумал, что это поздно. Так что я просто перезвонил ему, когда увидел пропущенный. Но он был такой... Привет. О, привет, Джун. Я думаю, он спал. Он рано лег спать. Ты там спишь? Нет, что случилось? Я сказал ему, что перезвонил, потому что заметил пропущенный. Он сказал, что просто позвонил, потому что ему было скучно. И он скучал по мне. Поэтому я спросил, хочешь выйти со мной и выпить соджу? Это очень прямо для того, кто спал. Он ответил, О, не сейчас. Созвонимся в следующий раз. Это было примерно неделю назад. Хорошо, пародируешь его. Правда? Тайный мастер имитации голоса. Улыбается. Мне нравится слышать такие комплименты. Правда? Хочешь услышать больше? Обожаю это. Мне нравится называть тебя Джином. Но могу ли я тебя называть всемирно известный красавчик? А, я не против. Я немного смущаюсь, но я не против. Тебе это нравится, да? Многие любят меня так называть. И я ведь знаменитость, так что... Комедия – это повторение. Тогда ты когда-нибудь говорил, я всемирно известный красавчик? Я сам придумал это прозвище. Всемирно известный красавчик. Вот как? Я всемирно красив. Конечно, есть много людей, которые выглядят лучше, чем я. Но это не значит, что я некрасивый. Это правда. Благодаря этому отношению к себе, я думаю, что я красив. Поэтому уверенно говорю об этом людям. Но... Ты звучишь так уверенно и напористо до уровня шеи. А твоя шея такая застенчивая. Правда? Да. Того момента, как ты вошел. Приземленная шея суперзвезды. Ты такой простой. Есть кое-что, что любят твои фанаты. Из того, что ты сказал. Ты отлично справился. Тебе одному нужно знать, как тяжело ты работал. Я думаю, я хотел сказать, что если ты знаешь, как ты усердно работал, то этого достаточно. Допустим, ты занял четвертое место. Ты все равно можешь гордиться собой, потому что... Ты работал над этим. И это полезно. Верно. Ты такой позитивный. Спасибо. Очень. Твои фото с Миланской недели моды стали вирусными. Ты видел? Те иностранные фанаты кричали «Ким Сок Джи!» А, я видел, видел. Так много людей пришло, за что я был очень благодарен. Иногда, когда я присутствую на таких мероприятиях, где я не знаю других людей, я совсем теряюсь. Я очень стеснительный. Ты часто бываешь на таких мероприятиях. Но я думаю о своих фанатах, как о семье. И когда они зовут меня по имени, это дает мне смелость вести себя бесстыдно. Это становится твоим оружием. И так я могу быть смелее и получать большие энергии. Как человек, который очень благодарен своим фанатам. Это моя работа – делать их счастливыми. Ты так часто это говоришь. Эти слова в моем сердце. Они в твоем сердце? Да. Когда я смотрела это видео, даже зная, что это было за границей, я четко услышала, как они кричали «Твое корейское имя». Да, верно. Это было круто. Человек, который снимал это видео, не уверен, был ли это кореец, но… «Ким Сок Джин!» кричали. О май гад, о май гад, он идет! Ким Сок Джин! О май гад, о май гад! О май гаш! Она странная. Ким Сок Джин! Они вот так делали. Это так трогательно. Мне, наверное, сейчас неловко, потому что твоя шея тоже покраснела. Да, я просто усердно работаю. Я усердно работаю. Поскольку наш сегодняшний гость – всемирно известный красавчик, можно попросить тебя сделать селфи, чтобы запомнить этот момент? О, конечно! Что это? Что это? Самсунг? Такой блестящий! Так блестит! Крутой телефон покупайте без регистрации и смс. Сейчас я сделаю селфи. Это такая честь для меня. Так, я сейчас сделаю. Раз, два, три. Повседневная суперзвезда. Это правильный угол. Может, меня сделать? Не могли бы вы, пожалуйста. Кажется, у тебя не получается. Ай-го, потрясающе! Раз, два, три. Фото с движением руки. Успешно сделанный снимок. Спасибо. Так, давайте посмотрим на фото. Вау! Оно потрясающее. Даже оператор с камерой. Мы отлично выглядим. Это верно. Мы выглядим хорошо. Поскольку я выгляжу слишком маленькой сзади тебя, можно сделаю и тебя поменьше? Конечно, можно. Я покажу тебе кое-что очень крутое. У него есть особая функция. Когда нажимаешь вот это. Он сделал стикер, верно? Вау, что это? Я даже могу тебе повернуть. Что происходит? Неужели я выгляжу слишком маленьким? Меняем вот так. Это у всего Галакси. Таким телефоном ты можешь повеселиться даже на необитаемом острове. Это удивительно. Видишь кнопку создать, да? Давай нажму на нее. И она рисует новый фон. Он еще и фон создает. Что? Видишь? Ты стал меньше. Как это произошло? Это так круто! Это правда круто. Это очень круто. Он заполнил пустое пространство. Я тоже использую эту функцию. Знаете, когда ИИ может удалить других людей? Выглядит естественно? Да, фон выглядит так же. Это потрясающе. И разменился. Верно. Удивительная технология. Это правда круто. Слышала, ты скоро вернешься. Верно. Когда выйдет новый альбом? Релиз планируется 15 ноября. 15 ноября. Когда наше видео выйдет, предрелизная песня уже будет доступна, да? О, да? Ого, я рад. Я слышала, это твой первый сольный альбом. Да, это мой первый. Это первый альбом с твоим именем на нем. Наверное, это другие ощущения, когда рядом нет мемберов. Я выступал на следующий день после дембилизации 13 июня. И без мемберов было все намного страшнее и более нервным. Мне было трудно, потому что я не знал, как заполнить пустоту. Я волновался, что делать. Но как только я ко всему привык, мне понравилось. Что тебе в этом понравилось? Когда мы выступаем с мемберами, у нас много мнений, верно? Типа, музыка должна быть такая, а хореография должна быть такой и прочее, да? Но когда я один, я такой, хореография? Уберем. Можно смело отказаться от некоторых вещей. А, графики? Удалить. Но фанаты хотят этого. Правда? Тогда добавим. Я могу все это решать сам. Когда спросили, каким я хочу видеть альбом, я ответил, что хочу сделать его письмом для фанатов. То есть мы сделаем альбом как письмо? Ладно, давай так и сделаем. Все так и сложилось. У меня было много дел, но мне понравилось, что я могу выбирать все сам. Поскольку я люблю устраивать сюрпризы, я думаю над разными идеями для фанатов к выходу альбома. Так как это твой первый сольный альбом, ты, наверное, очень нервничаешь, да? Тогда могу я задать вопросы, как на пресс-конференции? Могу? Конечно можешь, как тебе удобно. Я могу записать? Все журналисты записывают интервью, верно? Конечно можешь. Буду задавать вопросы, как журналист. Да, пожалуйста, задавай. Меня зовут Чан Дон Йон Я из ИДЭЛИ. Какая тема твоей новой песни? Новая песня. Я всегда хотел, чтобы все, кто меня любит, были счастливы. И поэтому альбом называется «Хэппи». Это альбом, наполненный счастьем. Альбом полный счастья. Слышала, там есть особые строчки, которые ты хотел представить. Что это за строчки? В тексте песни есть отрывок, в котором говорится «Ныря что-то большее, чем что-то малое. Я живу для этого». Это то сообщение, которое ты хотел, чтобы все услышали? Я хотел, чтобы мои фанаты испытывали большую радость, а не мелкие радости, когда видят меня и остальных. Поэтому эта часть — это все для твоих фанатов. Так и есть. Ведь мои фанаты дали мне все, что у меня есть. Пока я занимаюсь этим делом, я должен жить для своих фанатов и без компромисса. После прослушивания этой песни все армии по всему миру были такие «Ким Сок Джин! Ким Сок Джин! О май Гош! Его голос потрясающий! Ким Сок Джин!» Смущается таких комплиментов? Я так смущен. Так, на этом я завершаю интервью. Дай мне его сохранить. Здесь есть одна функция. Функция «Преобразовать в текст». Хотя я ничего не напечатала, все, что было записано, автоматом конвертируется. Будет преобразовано в текст. Вау, это так круто. Ты знаешь, как бывает секретарь на встрече, этот телефон может сделать все за вас, что делает его очень удобно. Он еще и может все резюмировать. А разве нет кого-то, кто печатает все, что я сейчас говорю? Я слышал, как кто-то печатает. У них должно быть нет Z Flip 6. Виразно проще просто использовать его. Это точно. Я слышал, что он может еще все подытожить. Подытожить? Он и это делает? Вот. Ай-яй-яй. Он все подытоживает. Современные технологии такие потрясающие. Z Flip 6 показал нам такие удивительные технологии. Не правда ли? Я слышал, у тебя много неожиданных друзей. Кто, например? Слышал, ты дружишь с Пэк Чен Воном? Он для меня практически семья. Как это произошло? Впервые мы встретились на передаче под названием Run BTS. В тот момент у меня было немного свободного времени, поэтому я привез ему клубники с фермы моего дяди и подарил ее ему. И он спросил меня, какое блюдо ты хочешь? Почему-то ты хорошо имитируешь голос. А? Что, буду есть? Ты разве не позвонил, потому что хочешь что-то поесть? Все, что ты приготовишь, подойдет. Я могу съесть все. Хорошо, тогда приезжай в этот день, в это время. И я приехал. Оказалось, он очень любит компьютерные игры. И я их люблю. Мы так много говорили о компьютерных играх. И в итоге стали играть вместе почти каждый день. Ты тратишь на это деньги? На эту игру не нужно тратить деньги. Требуется только много времени, да? У него намного больше свободного времени, чем у меня. Ты говоришь о Пэк Чен Воне? Да. У него больше времени, чем у меня. Я тоже удивляюсь. Каждый раз, когда мы играем вместе, я думаю, откуда у него столько времени? Я ведь тоже провожу почти все свое свободное время за играми. Но его уровень всегда выше моего. Ты, когда я ему звоню и спрашиваю, чем занимаешься? Я снимаюсь в Ясане. Он постоянно в командировках. Летает в Гонконг и тому подобное. Он всегда так занят. Верно, и я не понимаю, откуда у него столько времени на игры. Я ему сказал, признайся, ты ведь кому-то платишь, да? С тобой он играл в игру? Эй, ты будешь играть в эту игру за меня. Как пожелаете, сэр. Но он сказал, что никогда бы так не поступил. То есть он все делает сам? Он все делает сам. Хотя тебе нравится играть в игры, ты также хорошо готовишь. Я подумала, что вы подружились с Пэк Чен Воном через кулинарию. Смотрел «Кулинарные войны»? Смотрел. Пробовал ли ты какие-нибудь рецепты? Я пробовал приготовить винину Донгпо. Умеешь готовить Донгпо? Кажется, у меня есть ее фоточка. Сейчас покажу. Думаю, я приготовил 8 кусков, но 6 сгорели. И только 2 куска выжило. Ты многого добился. Ого! Вау, хорошо выглядит. Потрясающе! Цвет выглядит как надо. Я сделал из него чампун. Ты чампун приготовил? Да. Похоже на то, что обычно продают. Когда я готовлю, я часто звоню Пэк Чен Вону, чтобы спросить совета. Я сказал, что готовлю тушеную свинину после просмотра «Кулинарных войн». И он посоветовал долго ее варить. Я сказал ему, что боюсь, что она сгорит, поскольку почти весь бульон выкипел. И он ответил, «Никогда не сгорит». Но 6 из них сгорели. Мне кажется, он многого не знает о кулинарии. Хочешь, мы это вырежем? Я его уважаю и доверяю ему. Все в порядке. Это локальная тема. Он мне тоже говорит, что я уродлив. Друг к другу? Да. Думаю, это нормально подшучивать друг над другом. Над теми вещами, в которых мы уверены. Это правда. Когда мне говорят, что я уродлив, я просто смеюсь. Я просто думаю, что за ерунда. У тебя мощная защита. Скорее всего, тот человек назовет тебя уродливым, посмотрит в зеркало и загрустит. Я знаю и понимаю, что люди шутят, когда называют меня уродливым. У тебя здоровый образ мышления. Потому что это всемирный красавчик. Это напоминает мне, что у тебя очень чувствительный вкус. И ты можешь отличить воду с острова Чеджу от зарубежной, да? Разницу заметит любой. Она очевидна. Правда? Да, она совсем другая. Любой угадает. Даже ты можешь прямо сейчас. Правда? Давай попробуем. Начинается мини-игра. Ким Сок Джин угадывает воду с острова Чеджу. В стаканах вода с острова Чеджу, заграничная вода и фильтрованная корейская. Мы приготовили три разных вида воды. Я не могу угадать, откуда какая вода. Ты можешь просто рассказать свои ощущения. Пробует воду номер один. Это вода не с острова Чеджу. Хорошо. На вкус это как... Какая на вкус? Дай все попробую. Пробуем воду номер два. Если бы это было что-то другое, я бы сказала прополоскать рот. Но это всего лишь просто вода. Это с острова Чеджу. Так сразу. Еще стаканчик. Дегустация воды номер три. Это вода, похожая на фильтрованная. Номер три фильтрованная вода. Пробует снова воду номер один. Это на вкус тоже как фильтрованная. Хорошо. Ладно, я знаю только вкус воды с Чеджу. Так какой правильный ответ? Беззаботно. Удивительно. Ты все перепутал. Номер один фильтрованная вода, номер два заграничная, номер три с Чеджу. Это фильтрованная вода. Ищет, куда бы спрятаться. Это Эвиан. Номер два была заграничная вода. К сожалению, придется отнять от тебя звание мастера по воде. Похоже, я начинаю ненавидеть салон-дрифт. Нет, это же весело. Точно. А как люди вообще могут отличить разную воду? Вкус почти одинаковый. Точно. Ты ведь дружишь со многими шеф-поварами. Ты дружишь и с шефом Ли Йон Боком. Я встретил шефа Ли Йон Бока на шоу «Позаботись о моем холодильнике». Когда я был на этом шоу, он дал мне свою визитку. У него золотая визитная карточка. Я тогда не был очень успешным. У меня было друзей пять-шесть. С тех пор, как я дебютировал, появилось пять-шесть друзей. И не было друзей знаменитостей. Несколько прийти. Можно я приду один? О, приходи в любое время, я буду здесь. Он так мне сказал. Пародируешь Ли Йон Бока? Поэтому я пришел один. Он очень молод душой. Он невероятно юный и молодой. Да, несмотря на разницу в возрасте, мы сразу сблизились. Кажется, пожилые люди тебя очень любят. Им нравятся люди, которые общительные и дружелюбные. Это я. Ты всегда был таким или изменился со временем? Я сильно изменился. Когда начал работать? Да. Скажем, я пошутил что-то странное, и ты рассмеялась. Это бы означало, что ты счастлива. Верно? Верно. Когда я заставляю кого-то смеяться, я радуюсь сам. И поэтому стал искать, как я еще могу развеселить людей. И сделать их счастливыми. Так я и стал таким, каким вы видите меня сейчас. У тебя потрясающий образ мышления. Мое лицо стало немного красивее. Знаешь, что в тебе милого? Ты все это говоришь, и при этом шея краснеет. Это так заметно? Видимо, заметно. Что в последнее время делает тебя счастливым? Может, какая-то мелочь? Это мелочь. Так даже лучше. Я... Ну, я ведь рассказывал, что играю в компьютерные игры с господином Пэком, да? В этой игре есть босс. Так. Я пытался победить его в течение трех часов. Я постоянно погибал и пробовал снова. И повторял это в течение трех часов. А как победить босса? Поймать его, бегать за ним или... Когда босс тебя бьет, тебе нужно уклониться. Потом ударить его. И снова уклониться. Снова уклониться и ударить в ответ. Потом уклониться, выпить зелье. И снова ударить. Ты такой занятой делал это в течение трех часов? Четыре, если быть честным. Но я сократил до трех, чтобы не думали, что я целый день играю. Хорошо. В общем, когда я играл, я был на съемках клипа в США. Один из менеджеров зашел посмотреть. А после этого пришел и младший менеджер. Он тоже смотрел. А потом присоединился и стилист. И с тех пор, как я начал, они молча стояли и смотрели за мной два-три часа. Когда я наконец победил босса после четырех часов, я кричал, о, босс побежден! О, вот так. Мы все такие, ура! Не мог скрыть восторга. Мы были слишком счастливы. Он победил босса! Ким Сок-Джин! Они так сильно меня поддерживали. Ты был счастлив тогда, правда? Я был очень счастлив. Это не что-то незначительное. Да, на самом деле это не пустяк, потому что мое сердцебиение... Я думал, что мое сердце сейчас взорвется. Потому что если сделаешь хотя бы одну ошибку, то вся тяжелая работа, которую я проделывал четыре часа, была бы пустой тратой времени. Мы были так взволнованы, как будто забили гол на чемпионате мира. Такие, да! Ура! Сок-Джин, ты потрясающий! Спасибо, спасибо! Это стало возможным благодаря вам! Ты на вершине чарта билборд! Правда так показалось. Если так на это посмотреть, кажется, игры для тебя — это особый способ отвлечься и провести свободное время. В свободное время я смотрел интервью шефа Аан Сон-Дже. Он чувствует сильное давление, но когда он занимается спортом, это позволяет ему отдохнуть от стресса и сосредоточиться. Так что я думаю, что это похожая ситуация. Это делает меня счастливым. Рада, что у тебя есть то, что приносит тебе радость. Похоже, что ты умеешь мыслить позитивно, верно? Как считаешь, что твоя главная сила? Моя сила на основе моей внешности, я думаю, это мой настрой. У меня сейчас отличное мышление. Когда случается что-то неожиданное, я просто думаю, это нормально, ведь я суперзвезда. И это, правда, решает все. Все проблемы. Когда ты начал так думать? Когда ты стал суперзвездой или... Я начал так думать после того, как вернулся из армии. В любой ситуации я говорю себе, так и должно быть, ведь я суперзвезда. И это все решает. Есть причина, почему ты так начал думать, или это произошло само по себе? Однажды я сказал это вслух. И понял, что это хорошее решение. Поэтому каждый раз, когда я слышу что-то негативное, то машинально думаю, все в порядке, потому что я суперзвезда. И все в конечном итоге уходит на второй план. Хотя ты... Ты сказал, что сильно изменился с момента своего дебюта. Но я слышала, что в колледже преподаватель однажды спросил тебя, правда, что в классе учится айдл? И ты ответил, вы меня не знаете, но когда я стану известным, я вернусь. Я слышал эту историю, но тут есть небольшое недопонимание. Я никогда такого не говорил. О, правда? Поскольку я суперзвезда, людям нравится преувеличивать. Это верно. Они любят истории про супергероев. Это точно. Они любят супергеройские истории. В общем, я никогда такого не говорил. Я бы просто представился. Привет, я Джин из BTS. Пока меня мало кто знает, но я из BTS. Рад знакомству. И они, наверное, добавили, «Я вернусь, когда стану известным». Когда история распространяется, она обретает детали. Ее еще больше преувеличивают. Джин из BTS сказал, что он не знаменит. Правда? Джин из BTS сказал, что вернется знаменитым. Джин из BTS сказал, что вернется, когда станет знаменитым. Брынь, не жалейте. И танцуя по Дайномайзу. Да, все так и происходит. Я еще слышала, почему ты фотографировался с туристами до дебюта. Я с ними не фотографировался. Что тогда произошло? Люди тоже придумали эту супергеройскую историю? Люди говорили что-то вроде, «Он знал, что скоро дебютирует». Предсказал, что у него будут фанаты по всему миру. Не знает, что делать. Ким Сак Джин! Ты же не будешь использовать эти фото для справки, правда? А ты как думаешь? Так что тогда произошло? Это было до твоего дебюта. Кажется, я был на международном кинофестивале в Чонжу с моими однокурсниками с факультета кино и киноискусства. И когда я там был, ко мне подошли туристы и захотели сфотографироваться, потому что я кореец. Они просто хотели сфотографироваться с корейцем? Возможно, они и других просили тоже сфоткаться. Но с тех пор, как я стал знаменитым, только фотографии со мной стали вирусными. Может быть, они попросили, потому что подумали, что ты актер? Если посмотреть на ту фотку, я не особо так выглядел. Может быть, ты выглядел так. Вы ее видели? Да, видела. Мне кажется, я был в своей школьной спортивной форме, потому что у меня было мало одежды. И не попросили с тобой сфоткаться? Да, так и было. Сауджин блистал еще до дебюта. Когда кто-то попросит сфотографироваться, нет причины отказывать. Так ты и согласился? Так что я так и сделал. Но в какой-то момент эта фотография вдруг стала вирусной спустя несколько лет после моего дебюта. Наверное, они попросили тебя, потому что ты выглядел... как-то необычно. Может быть. Они бы тебя не попросили, только потому, что ты кореец. По сути, ты представлял Корею. А тебе столько положительных историй. Правда? Слышала, когда ты снимался в странном отеле Киана на Улендо, ты купил кальмары для всего стаффа. Да. Вся команда так старалась, так что я подумал, чем бы их отблагодарить. Посоветовался с менеджером, и раз мы на Улендо, которые славятся кальмарами, я решил подарить им свежего кальмара. Так что я сказал менеджеру купить всем по одному. И менеджер спросил, уверен ли я. И я ответил, конечно. А когда мне пришел счет, я чуть не упал от удивления. Кальмары такие дорогие. Я был в таком шоке. Я тогда понял, почему менеджер дважды у меня уточнил. Ну что поделать, я их уже купил. Не могу же я их вернуть. Ты когда-нибудь сожалел, что не купил ореховые шарики из кальмара вместо кальмаров? Пару раз видел их во сне. Все, что ты делаешь, становится новостью. И... становится вирусным. Так, это происходит не просто так. А почему? Я... Они пока меняют батарейки в камере. Может, скажу это через минуту? Все нормально. У нас много камер. Но это камера, которая сосредоточена на мне. Вау, ты такая знаменитость. Это важно. Теперь моя очередь говорить. Получить крупный план самого себя очень важно. Это важно. Так, теперь все в порядке? Это не... Это не получение комплиментов. Когда я делаю что-то доброе, когда ты делаешь что-то хорошее левой рукой, каждая часть твоего тела вплоть до правой ноги должна это осознавать. Вот это? Я купил это. И это должен знать каждый. Я живу с таким мышлением. Почему? Потому что я бы гордился собой и чаще бы делал так. Чувства, которые ты испытываешь, когда делаешь хорошее. Наверное. Вот что побуждает тебя делать это снова. Точно. Я сказал Пак Мюн Цу, обязательно хвастайся Маколе, который я тебе дал. Пожалуйста. Эй! Это моя фишка! Из всех, кому я его дал, он был лучшим. Он хвастался им везде, куда бы ни пошел. Я был так горд тем, как он им хвастался. Это заставляет чувствовать то, что оно того стоило. В честь твоего визита в салон Дрипп не мог бы ты поделиться с нами историей, которую еще не рассказывал? Обо мне? Да подойдет любая. Это может быть что-то неинтересное. У меня есть история о другом человеке. Про кого еще? Про Эпек Чанвона. Мы можем ее услышать? Я заинтригован. Не так давно я могу это рассказывать? Это было в тот день, когда я готовил свинину Донпо. Я позвонил ему. И он такой, эй, я слышал, что ты близок к шеф-повару Ли Йонбоком. Да, я с ним близок. Тогда просто спроси шефа Ли Йонбока. Почему ты спрашиваешь меня? Ты что, ревнуешь? Нет, он такой милый. Нет, он эксперт по китайской кухне. Спроси его. Ты такой мелочный. Почему ты ревнуешь? Но даже так, он все равно рассказал мне рецепт в деталях. Ты дливый, но подражает голосу без стеснения. Из двух блюд шеф-поваров, какое тебе больше нравится? Я задам тут один грязный вопросик. Это подлый вопрос. Это как выбирать между родителями. Этот вопрос бессмысленен, так как они оба потрясающие. А если ты можешь поесть только одно блюдо? И пэкчен вон такой. Я должен приготовить для джина. И в то же время шеф Ли Йонбок говорит, Я приготовлю для джина его любимое блюдо. Они оба приготовили, но ты можешь выбрать только одно. Что? Выбери джин. Похоже, у нас время закончилось. Эй-эй-эй, я приготовил это для джина. Мне было весело. Не останавливается, несмотря на попытки гостя убежать. Вместо этого я расскажу историю о себе. О, спасибо. Всемирный шутник. Когда я служил в армии, я очень хотел вернуться домой. работать и встречаться с фанатами. Поэтому я хотел использовать время с пользой и решил составить список различных идей. И с первого дня после дембелизации я начал писать текст своей песни для фанатов. Это был мой первый раз, когда я писал текст для всей песни, но я сделал это за день или за два. Думаешь, я фанат? Я выразил все это в песне. Как она называется? Я приду к тебе. I will come back to you. Я заполнил песню своей тоской. Я скоро буду рядом. Я скоро покину это место, чтобы встретиться с тобой. Так что, пожалуйста, дождись меня. С этого все и началось. И вот Аска по фанатам включена в песню «I will come back to you». 30% текста из идей, которые я написал в армии, они были написаны там. Это должен быть ценный альбом. Как для тебя, так и для поклонников. Верно. Я многому научилась у тебя сегодня. Спасибо. Мне удивительно, что ты знаменит. Есть причина, почему ты популярен, и почему ты сохраняешь популярность так долго. Я серьезно. Спасибо. И вам спасибо. На самом деле, я не умею принимать комплименты. Я больше не буду их делать. О, спасибо. Как прошел для тебя сегодняшний день? Мне было очень весело. Я был счастлив все это время, потому что все были такими замечательными. Асфера отличная, правда? Это точно. Теперь я понимаю, почему мои фанаты рекомендовали салон Дрип. Теперь я понимаю, почему этот канал так долго сохранял позиции канала номер один. После сегодняшних съемок для меня все обрело смысл. Прошло много времени с тех пор, как я сидел на подобном шоу. Спасибо, что заставили чувствовать себя комфортно. Мне было весело, и я почувствовал себя счастливым. Правда? Ты сразу же начал запись звука, как только вошел. Потому что я профессионал. С учетом, что вы все подготовили, я должен был дать достаточную реакцию, чтобы все остались довольны. Неудивительно, что он профи. Конечно. Ким Сок Джин! Ким Сок Джин! О, какая старая армия-бомбочка. Нам ее дала на прокат настоящая армия. О, правда? Наверное, у нее нет новой версии. В следующий раз я тебе куплю более новую. В следующий раз, когда один из наших мемберов будет здесь, покажите ее им. И, наконец, у нас есть салон Форкат. Можешь подойти сюда для фото. А, совместное? Да, да. Ты хотел сфотографироваться один? Я давно не видела, чтобы кто-то хотел сфоткаться один, кроме Бен Янхана. Не-не-не, нисколько. Может, просто вдвоем? Я просто не знал. Ничего страшного, мне нравится. Может, просто вдвоем? Можешь отойти, и ты попадаешь в кадр. Просто два. О, Бен Янхан, есть кто-то такой же, как и ты. Теперь я это сделаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Здорово быть суперзвездой. Теперь давайте сфоткаемся вместе. Да, спасибо. Знак благодарности. Могу я поклониться тебе? Давайте поклонимся друг другу. Хорошо, раз, два, три. Спасибо, благодарю. Давай пожмем друг другу руки. Хорошо. Раз, два, три. Смирный красавчик Джин, который делает всех счастливым. Спасибо. Спасибо. На следующей неделе... А нам уже неинтересно, что на следующей неделе, потому что... Что, потому что? Реклама фанфиков по BTS в моей озвучке. Ищите, где фанфики в моей озвучке, правильно, в описании их. И поддерживайте меня. Где? Правильно, на бусте, где куча эксклюзивного контента, которого нет и не будет на Ютубе. Подписывайтесь. Реклама субтитры volt Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тогда подписывайся на мой Бусти Там ты найдешь то, чего никогда не будет на Ютубе Шоу с участием любимых мемберов Кухня Джинни, фильмы Ранний доступ и многое другое Все это ты найдешь только на моем Бусти И помни, что все ролики выходят так быстро Только благодаря вашей поддержке Поэтому не забывай оставлять лайк И писать комментарий А ссылочку на Бусти ты найдешь в описании Субтитры создавал DimaTorzok